Попадая в кровь, наркотик проникает в нервные узлы, спинной и головной мозг. О том, что наркотики – это яд для организма, который вызывает привыкание, девятиклассники лицея номер 12 имели представление и раньше. Другое дело – увидеть воочию наркоманов, хоть и с экрана. Узнать, что полное излечение от зависимости практически невозможно, и любое психотропное вещество может привести к смерти. Все это стало для ребят открытием. Например, 14-летний Максим Вишняков уверен, что с наркоманией надо бороться. Бороться, просто их не принимать и отговаривать людей от употребления. Пытаться переубеждать их, что наркотики – это вред для организма, и буду любыми возможными способами отказываться от них. Подросток «Игла» – название профилактической операции по выявлению детей наркоманов. Ежемесячно полицейские вместе с наркологами проводят лекции о вреде запрещенных веществ. Главное – не только рассказать об опасности наркотиков для здоровья, но и предупредить подростков об уголовной ответственности. Полицейские уверены – подростка обязательно нужно убедить не принимать наркотики. Ведь, попробовав раз, он уже вряд ли избавится от зависимости. 95% наркоманов после реабилитации возвращаются к смертельному пристрастию. В принципе, проблема наркозависимости стоит остро, наверное, во всей России. Но мы стараемся силами инспекторов по делам несовершеннолетних, конечно, проводить постоянные беседы о том, что это плохо, как пагубно это влияет. Поэтому нет. Но в настоящее время на учете подразделений по делам несовершеннолетних у нас состоит 50 несовершеннолетних – это за употребление алкогольной продукции и двое несовершеннолетних, которые у нас стоят на учете именно за употребление наркотических средств. Цифры среди детей небольшие, говорят специалисты, учитывая, что всего у психиатров-наркологов в Химках наблюдается 5000 человек. Продолжение следует...